Царь совершённый любви и чистоты, Спаситель, царь смелённый, Пример мой вечный ты. На литвице терновом хочу душой взирать, Хочу телами слова тебе лишь подражать. Хочу твои дела я лишь жизни исполняю, Хочу благословляя врага моих прощать. Хочу за них молиться, как ты молила они, Хочу, как ты, смелиться среди сынов земных. Во всём хочу тебя я, спаситель, подражать, Но мне всего милее в тебе лишь прибывать. Хочу тебя, где ты, ходить тебе одно, Чтоб виден был везде ты, чтоб ты сиял кругом. В тебе прибыть желаю, к тебе хочу прибудь, Но лучше умоляю, ты сам во мне прибудь. Тогда моё сознание наполнит образ твой, Я твоё сознание навек столью с тобой. Засветит неземное снаружи и снутри, Погаснет я плотское в лучах твоей зари. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже наш, Аллилуйя, Аллилуйя. Боже, отец, вы не понимаете, слово, да, в присутствии Бога? Да. Аллилуйя, просто скажи слово, я что сможешь. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Да. Располагай наши сердца, вкладывай в нашу стослово твое. Да. И руководить этим собранием, и тебе зашел слава, Отцу, Сыну, и с том духу, аретиков, аминь. Аминь. Аминь, 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 аминь. Я не знаю, чтобы было удобно, потому что эта пища очень интересная и прекрасная, потому что Господь сказал, кто-нибудь есть мою плоть и пить мою кровь не спасется. Мы только знаем, что есть его плоть. Потому что многое тошнее от него. И он с дерзновением говорит двенадцати. Может быть, и вы меня оставите? Я так, когда это прочитал, мне так горно стало. Господь, ну что ты? Ну и так тебе все осталось. Ты последний хочешь избавиться, что ли? А тут Петр говорит. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Глаголы вечной жизни, представляете? Вечной жизни. Кому мы нужны? Храм говорит, кому? Вот кому мы нужны? И Господь ему говорит, это отец тебе открыл. Отец. Отец открыл. Потому что Бог сказал еще на горе. Еще народу, который мастер вывел, еще там Он сказал. Паслился в вас и вложил в уста слово свое. И вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Вот это важно. Важно осознать, что Он послился в нас. Важно это осознать. Потому что, если взять не хорошо, будет в Писании. Господь пошел к Иоанну. Креститься от воды. Иоанн не допускает. Говорит, мне от тебя нужно креститься. Он говорит, нет, надо исполнить слово. Представляете, опять слово. Нужно исполнить слово. Это очень интересно. И еще более интересное Иоанн за него святительство. Он будет крестить духом и огнем. Еще интереснее. Вообще, так настолько это интересно. Если дальше возьмем Писание, Господь говорит, отец, кого ты мне дал и слово, в поле предводник. И еще следующий стих говорит, мать и братья те случаи исполняют слово. Оказывается, еще нужно это исполнить. А как исполнить? И никто не приходит ко мне, как только через отца. И опять же, никто не приходит к отцу, как только через меня. Кто же посредник? Кто же здесь соединяет это все? И еще говорится, я это к отцу. Не для того, чтобы приготовить вам обитель. А не готовы. Но если бы не хватало, я бы сказал, что я иду приготовить обитель. И еще говорит, я иду, ибо отец, смей меня. И отправь утешителя, который наставит на всякую истину. И никак не назвать Господа Христа, как Духом Святым. Очень все интересно. И когда вот это мы собираем вместе, начинаем вникать, вникать, вникать. И здесь означает. Двое в постели. Одно забираю, одно оставляю. Интересное местописание. Я начинаю вникать, что это означает. И теперь молитва идет. Господь особо берет трех учеников с собой. Зная и предупреждая их, что все. Время пришло. Исполнится Слово. И именно Слово исполнится. Время пришло. И молится до чего? До крова и пота в духе. Потому что свидетельство на небе какое есть. Отец Сын Господь. А на земле кровь, вода и дух. Очень интересно. И он молится. У него выступают капельные пота, как кровь. И подходит листья. Подходит под мать учеников. Говорит. Вам один час нужно. Один час. Молиться. Один час. Один час. Для того, что идет князь Миросен. Но во мне ничего не нашел. Единственное, кто мог его победить. Это Господь. Единственное, не допустил лукавого. Ни капель места не дал ему. И раз. И исполнил. Исполнил Закон. Исполнил Слово. Потому что на кресте он сказал. Свершилось. Что же свершилось? Слово, которое было самое изначальное. Потому что изначально что происходит? Бог сказал Богу. И Слово стало плотью. И Бога никто не видел никогда. И народный сын. Внедрю очень он явил. Это очень интересно. Тогда мы заглянем. Что это означает? Двое в постели. Одно забирали. Одно оставляли. Вот тут очень интересно. Что же есть в постели? В постели есть тело. Откуда я это знаю? Потому что так написано. Птицы имеют гнезда. Лицы имеют ногу. А сын человеческий не знает где поклонить Богу. Так же и к Лоту пришли два ангела. Вот их приглашают. Они как бы живут на улице. Очень интересно. Почему так? И почему Павел говорит? Когда покинут Храмину? Храмину? Так же и говорится. Вы храм Бога Живого. Смотрите. Не разрушите. Как же можно разрушить эту храмину? Здесь борьба. Почему здесь борьба? Потому что темновый венец был надел на Христа. И бит еще палкой. Разве можно это вытепить? Невозможно. Никто не в состоянии это выдержит. Никто. А он никого даже не оскорбил. Наоборот, Господи, не виние греха, не ведут, что творят. Дух, душа и тело. Плод противится духу, а дух противится плотью. Они разные. А душа стена. Почему же так? Потому что Адам и Евы были в другом отъяве. Потому что, если мы посмотрим в Писании, Господу являются Моисей и Илья. В других отъяве. Мы знаем, что Илью Бог заполнял в ней корестницы. А Моисей в духе забрал. Но потом Архангел спустился и забрал тело. Не споря с руками. Просто сказал, запретите Бог. Взял и все. Поднял. Но Моисей же не появился в том теле. А в другом. Преображен. И Господь преобразился. Вот эти обители нас там ждут. Ну, как попасть в эти обители? Через Слово. Слово есть одеяне наше. Слово есть наша пища. Потому что, если мы заглянем в рай, где были много деревьев, и вникнем в то время. Просто войдем в выступление, как вошел в выступление Петр. Когда он был на крыше. На крови. Молился и вошел в выступление. Он вышел из этого мира, вошел в себя внутрь. Он увидел, как покрывалось. Пускай мерзкие, приспыкающие. Бог говорит, зарежь и не что-то. Говорит, нет. Нет. Никогда это. Но Бог говорит, что я очистил то чистое. И трижды это сказал. И покрывало под нас. Пока тот раз вышел, пришли люди и зовут его. И он понимает, что он должен что-то делать. Что-то делать. Он переночил, а на какой день пришел и говорил, что Слово. Опять Слово. Слово сказал, Дух Святой снизошел. Дух Святой снизошел. Почему? Потому что они возрадовались, они приняли Слово. Они возлюбили Слово. Поэтому должны возрадовались на молоко. Слово на молоко. Возлюбить, возлюбить. Потому что когда мы открываем Святое Писание, нам охотно что-то делать. И что-то охотно делать. Всегда сразу. Почему? Какая-то сила приходит, нас запутывает. Мешает, чтобы мы слились с Богом. Почему же? Очень прекрасно. Потому что Ева что сделала? Непослушание. Она просто без разрушения пошла. Зачем? Зачем она без разрушения пошла? Почему она не сказала, Адамчик? Можно я прогуляюсь? Почему она не сказала, Адам, давай я что-то сделаю? Почему? Потому что она не понимала, что она поможет. женщина. Не осознала, не вникла, не прониклась в это. Если мы возьмем Писание, хорошо, посмотрим, что такое женщина. Есть Сара, которую называла Авраама Господином. Интересный момент. А почему же она называет Господином Господином? И Господь открывает Писание. И начинает шляпать, искать, где же эта зацепка, что он Господин. Когда пришел Господь с двумя ангелами. И заходит Сара, возьми такую-такую-такую-такую-такую-такую, добавь, не мешай, сделай то-то-то. Что Сара не знает? Она прекрасно знает. Потому что она же будет делать не Авраам. Но почему он не командует? Потому что она умная была. Она знает, если она что-то не делала, Авраам скажет, нет, ты не так сделай. Он обязательно так скажет. Почему? Чтобы она не осуетилась. Потому что духи злобы поднебесные легко могут женщину запутать. Как их запутать? Правда ли сказал Бог? Все. Вот это самое интересное. Она знает, что Бог истинный. Она знает, что Бог все затворил. Но зачем она послушала служебного духа? Он служебный дух. Он помощник ей. Он должен слышать, что о нас скажет. Потому что опять Писание говорит. Духи правды повинутся своим пророкам. А женщина может быть пророком? Конечно, может. Может, дорогая, может. Потому что в храм Господа принесли. Там был пророк и пророчество. А она, она пророчество была. Посту молитву не выходила с храмом. Не выходила. И служебные духи повинуются ей. Потому что она говорила при Господу. При Господу говорила. Потому что ревнуть от разных пророчек написано. Ревнуть. По ревности. Только ревна должна Божия. Потому что Бог возревновал, кого сына отдал. И сын забрал все наши проклятия беззакония. И все, все он забрал. Только осталось поверить. Потому что в то время уже вкралися. Уже учителя. Уже пророки, которые ходят изгонять всяких бесов. Проклятия прозрушать и прочее, прочее. А Господь сказал. Один учитель. Ученик. И один наставник. Господь. Не становитесь учителями наставник. Почему он так им сказал? Потому что дайте место Господу. Чтобы Господь говорил. Где двое трое, там я посетил. Он должен вести собрание. Куда ни заходите, возьмите Примудрия с Саломом 8 главу. Где описано. Прежде бытия. Ничего не было. Разума-то свеселили его. Она была художницей радовалась всякие темы. Вот посмотрите. Ничего не было. Вообще ничего не было. Кто-то кого-то веселит. Кто-то показывает художество. Телевизор нету. Кино нету. Ничего нету. Вообще ничего нету. Даже света нету. Тьма. И на тебе. Кто-то кого-то веселил. А если хорошо мы начнем вникать. Написано. Прежде бытия всего. Он ее помазал. Мудрость. Просто мудрость взял помазку. Как же помазать? Это отделение. Это есть утешитель. Который наставит на всякое истинное. Это тот, который заботится не только о нас, но и о Боге. Как помощница. Как Адаму была дана Ева. Как она дала? Из ребра. Из ребра. Из хорошего крепкого металла. Из кости. Не из мрака. Как помощница. Потому что если мы заглянем. Познакомиться с Духом Святым. Духом истины. С премудростью. Который предупреждает. Куда бы ни пошло. Призови меня. Я объясню как зайти. В любой дом. В любой город. Хоть куда. Только призови. Призови. Даже в чужом городе. Я за себя стою. Я иду. Куда мне дальше идти? Иду просто. Раз. А теперь куда? Раз. А теперь куда? Ответа нет. Не знаю. В первую очередь. Я спрашиваю. И сразу говорю. Бог везде. Во всем. Везде. Только его взыскать. Его взыскать. Вот это самое важное. Это самое нужное. И что происходит? Моисей выводит народ. А народ не подчиняется. Непокойный народ. И Бог говорит. Все. Семья Абрама. Уберю. От тебя. Произведу народ. Какая выгодность сделать? Я бы сказал. О. Хорошо. Хорошо. А там наоборот. А не скажите в тяну. Что ты вывел народ. Чтобы уничтожить. Интересно. Происходит. Как Моисей мог позволить себе спорить с Богом? Кто-то вложил в его сердце. В мост. И говорил с Богом. Потому что Дух Святой Тешил. Ну. Папочка. 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 Мы сейчас другие детей сделаем. А они разве лучше будут? Да нет. Так же будут. Так же будут суетиться. Так же будут стараться что-то сделать. Что-то построить. Что-то сотворить. Потому что мы образ подобия Божьей. Мы хотим что-то делать. Мы хотим проявиться. Маленькие ребята кричи. Чтобы просто заметили и услышали. Только это нужно Богу. Бог есть Дух. Потому что написано. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын. Мед и Отчим Он явил. А где Медра? Там. Там. Высоко. Потому что их подножье много. Это подножье. Он там. Высоко. Там все это было явно. Там было все сотворено. Но оттуда Иосифа не попустится. И вот возвращаемся к тому стиху. Возвращаемся к тому стиху. Возвращаемся к тому стиху. Он сказал. Он купил все. Он вошел все сердца. Он соединился. Соединился. Так же Бог разорвал завесу. В храме. Тоже поселился во всех. Потому что что произошло? Когда сказано. Три часа не было света. Куда же взялся свет? В нем ты пошел с земли. Освободи. Потому что гробы открылись. Мертвы встали и пошли. Бог им не сказал. Встаньте выйти как Лазарь. Говорит. Лазарь выйди вон. А теперь развяжите его. А как же он вышел? Слово. Слово выгодно. Слово двигает. Слово двигает. Все делает Слово. И это Слово в вас. Аминь. Теперь нужно пользоваться этим Словом. Потому что что не попросит во имя мое, будет вам. Аминь. Где двое, трое во имя, там я. Скажите, гора, гора, передвинцы. Только поверить надо. Поверить. Увидеть в каждом Бога надо начать видеть. Видеть Бога. Потому что он себя купил. Враги становятся друзьями. Просто сказать. Владыка, ты обещал, что враги будут друзьями. Что мне сделать? Может быть, пойти мне его поднести? Может, накормить его? Подрезать яблонью или в огороде что-то сделать? И тут этот человек сам зовет. Иди, помоги мне. И ты думаешь, вот это она, вчера он хотел кричать, палка мне бить, а сильный завет помочь. Сразу из этого знали, что это Божья воля. Все. Ты нужен. Ты нужен. Ты свет. Спрятаться не может вам. Раз вы здесь на собрании, вам спрятаться невозможно. Боже свет станет. Теперь, кому вы отдадите члены свои, тело свое? Потому что написано, не разорите храм, а весь храм каждый. Не давайте вместо рукава. А если ты пришел сразу и говоришь, ой, Господи, ой, я так сделал, так, 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 так. И начинаешь каяться. И ты через минуту слышишь, ты прощел. А ты думаешь, сколько раз не упадете, он всегда подымет. А ты вспомнишь малых детям. Они всегда сутся на туалет. И кричат, ай, 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 ай. И сразу что, жалеем их, правильно? Жалеет. Неужели Бог не пожалел? Еще как он пожалел. Только нам нужно с ним слиться. Это важно. Важно. Сыскать его. Смотри. Петр из гробницы вышел. Куда за ним? Сюда. И так же. В иступлении он зашел. В иступлении. Он слился с Богом. Слился с Богом. И хотел узнать, что Бог хочет. Павел тоже говорит. Каждый день бегу на листалище, чтобы не отпасть. На кой листалище? Он открывает Святое Писание и ищет, что делать. Потому что они каждый вечер собирались. Каждый вечер говорили слово и пребывали в чем? Причастие. Хлебопроломление. Подтверждали, что не только вкусили слово, но еще и показали, что действительно вкусили. И старались прощать друг друга. Все мы грешники. Нету никого. Чтоб не согрешать. Кроме того, Господа. Все без исключения. А теперь кто говорит, что не грешит, тот лжец. Все. Чтоб не возгордиться. Павел жилет, убив меня жалоба против. А Бог говорит, что тебе благодать мало. Ты что хочешь? Богом уже будешь. А так на небо тогда придешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Поэтому нам даны эти тела для того, чтоб невидимое для нас стало видимо. Потому что, когда из тела выйдем, мы же будем это знать. Вера уже не нужна будет. Только нам нужно вкусить. Сказать, Господи, приди найти свою веру. Не ту плоскую, не ту плоскую. Потому что бесы тоже веры крепящие. Увидели Христа, а ты рано пришел. Откуда они знали, что он рано пришел? Они знают. Они знают. Они прекрасно знают. Но они знают, что Богу не нравится, что бесы в человеке будут нравы. Он говорит, ой, как мне нравится. Он сам хочет быть внутренним. Бесы поняли, вылет от них. И говорит, там он свиньи есть. В свиньи отправь нас. Бог говорит, пожалуйста. Пока еще не у них потоптал он немножко. А свиньям не понравилось, где кто-то заходит, командует. Им не понравилось. А мы же лучше, чем свиньи. Лучше. Если свиньям не понравилось, разве нам понравится еще кто-то придет и будет нами руководить? Если мы видим где-то что-то плохое, с кем мы это видим? Потому что возьмем два времена Каина. Когда Каин принес. Принес. Для Бога такой деловой. А Бог говорит, слушай, Каин, если ты сделал доброе, чем ты недовольный? А? С кем ты это вообще делал? Вообще зачем тогда ты делал это, если ты недовольный? Ну смотри, борись, еще надо бороться, чтоб хуже не было. Он не стал бороться. Как и Ева не стала бороться. Побежала куда не знаю куда. Усомнилась в Боге. Потом увидела вожделение. О, как хорошо, хорошо, хорошо. И дальше-дальше она уже не была в эту беду попала. А теперь мы имеем возможность противостоять этому. Мы имеем. Только вовремя. Господи, посмотри на своих глазах. О, какое солнце горячее. Ой, горячее. Сделал так, чтоб оно мне не пекло. Ой, какой дожиев. Пусть он мне не научит. Ой, какой мороз. Пусть он мне не холодит. С утра с ним разговаривает. Благодарю, что пальцы шевелятся. Ноги ходят. Помоги мне благовествовать. И все. И с ним все раз, чтоб не получил. Господи, я опять упал. А молит, а честника донесся. Он дает силу. Он дает силу. Ему за все слова, Отцу, Сыну Стомну, Хворепников. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Да. Пятое Божие за это слово. Господи, это слово будет в соцсветях. Да. Продолжение следует...